Извечная проблема новостроек. Пока хоть какая-то зелень приживется во дворах и под окнами многоэтажек, пройдет не один год. И тут большую роль играет инициатива самих жителей. Управляющая компания ведет работы по благоустройству плановые, но каждый уголок двора или полисадник может выглядеть по-своему. Вот как здесь. Видно, что растения подобраны со вкусом. Просто вот это все купила на рынке, на Макисинской ярмарке. Вот эти листья все посадила. Ну, потом пронесли же там флоксу, елочки посадили. И получилось свое коллективное творчество. Даже виноградник прижился. А по соседству зеленеет целая аллея жаровидных ив. Их высадили на пробу несколько лет назад, и они сегодня отлично чувствуют себя во дворе. Ива вообще, она очень, во-первых, красивая, во-вторых, у нее приживаемость стопроцентная, ну, только надо вот вовремя полить. И, в-третьих, она выделяет кислород и задерживает на себе пыль. А главное, высадка новых деревьев не требует особых затрат. Небольшие черенки можно получить из веток самого дерева. Они быстро отрастают. Такая палочка вот была, такого вот размера, весной. Взяли, напилили, поставили ведерко с водой на балконе. Через две недели вот пошли корни и, так сказать, ветки. То есть это уже полноценный черенок, готовый для посадки. Люди будут самостоятельно выращивать, ну, целые скверы и даже леса. Лес из ведра, можно так сказать. Видите, как легко и просто при желании можно озеленить свой двор и сделать его маленьким раем. Но кроме желания, конечно же, нужен и труд. Сергей Берзин, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Следующая программа «День». Пох tadima. Пох, основных следует. Продолжение следует...